Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Бывший начальник РУВД Налинских правоохранительных органов, пенсионер МВД Александр Чупраков утверждает, что на предприятии изрезаны куски трубы внутрифабричной теплотрассы, в специфабрики вывозятся металлические и железобетонные конструкции. Местные власти в этот процесс не вмешиваются. Программа «Экономика». Слобоской фанерный комбинат «Красный якорь» купил новгородский фанерный комбинат. Обанкрутившееся предприятие продано почти за 197 миллионов рублей. В планах у новых собственников увеличить производство продукции в два раза, продать непрофильные активы и погасить все оставшиеся после предыдущего владельца долги. На сегодняшний день на комбинате работает около 700 человек. Ежемесячно он перерабатывает до 10 тысяч кубометров древесины. Руководство Новгородской области заверяет, что все обязательства, которые взял на себя «Красный якорь», выполняются в полном объеме. Долги по выходным пособиям и заработной плате, превышающие 25 миллионов рублей, практически выполнены. Оставшиеся 3,5 миллиона рублей будут погашены уже до конца этого года. Экономика на 101%. Две кировские управляющие компании, проданные москвичам. Как стало известно накануне, с лета собственникам общества с ограниченной ответственностью УЖХ и управляющей компанией Октябрьского района стала московская фирма «Мой коммунальный стандарт». Гендиректор компании Николай Брусникин на днях представил в общественной палате стратегию работы кировских управляющих компаний и пообещал не поднимать тарифы в следующем году. Брусникин отметил, что оплата за жилищно-коммунальные услуги в Кирове самая высокая среди тех муниципальных образований, в которых приходилось работать с его компанией. По мнению Бруснигина, кировчане по определению не должны отдавать такие деньги за коммунальные услуги. Новый собственник кировских управляющих компаний рассказал также, что Киров годами работает без официальных договорных отношений по обеспечению ресурсами. А значит, управляющие компании не могут предъявлять претензии ресурсоснабжающим предприятиям за качество воды и качество теплоносителя. Москвичи будут нарушать сложившиеся отношения, предупредил Брусникин. Курс валют по данным Центрального банка на 28 октября. Доллар сегодня стоит 31,68 рубля, европейская валюта 43,76 рубля. Светлана Утельная, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.